здравствуйте друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс выходные у нас на улице плюс 16 кто видел мое видео которое выложил пару дней назад было минус 10 плюс 16 сегодня весна полным ходом очень странно у нас в этом году зима какая-то аномальная вообще теплая но суть не в этом очередное традиционное видео для поднятия настроения на выходные тема видео рынок недвижимости как индикатор кризиса поводом послужил разговор с одним и знакомыми которые живут в москве и никак не могут продать свою недвижимость располагаются они в районе юго-запада москвы вот так называемая новая территория москвы то что собянин приписал к москве после того как стал мэром это вот этот район внуково район бывшего тепличного хозяйства московский не за сейчас как они как-то территориальной единиц называется но вот короче вот вот этот райончик вот туда еще ветку метро пробросили новые кипит стройка каждый раз когда звонил своим знакомым вот мы с ними общались по скайпу разговор был такой ой ты сейчас ничего не узнаешь все застроено сплошные стройки все прямо вот застраивается все теплицы снесены вместо них новые микрорайоны поля колхозные застраиваются все застроено полностью метро провели начинаю задать вопросы по поводу бизнеса ребята с бизнесом так а и вот тут пауза такая с бизнесом как то вот не очень вот бизнес как-то денежку все меньше меньше то есть на фоне вот такой вот мощный строитель которая ведется видимо не только в крупных городах не только в москве и санкт-петербург я думаю что такие вот имиджевые застройки ведутся я думаю в других населенных пунктах то есть метро вроде бы ведется и все застраивается а бизнес у людей вроде не очень ну ладно вернемся к теме недвижимости так вот вот эти мои знакомые никак не могут продать свою недвижимость у них есть квартира в панельке такой брежневской у них есть неплохой участок коммуникации даже проведены газ есть электричество есть баня есть колодец есть все есть то есть фактически то есть боль то даже купив такой участок человек может сразу прописку получить то есть по статусу там так оформлен документ правильно то есть статус вот этой земли и вот этого всего позволяет даже прописку получить но люди никак не могут ни участок продать не вот эту самую квартиру хотя это москва то есть уже это статус москвы казалось бы то есть если раньше люди которые живут в глубинке там или в других странах снг они очень активно подобную недвижимость купали для того чтобы получить московскую прописку могли там получить московскую регистрацию как-то зацепиться то вот два года у них это стоит на продаже понятное дело что за вообще бесплатно нет продавать не хотят вот но по рыночной цене недвижимость они эту продать по средней рыночной цене не могут и вообще цены так понимаю очень сильно сейчас просили ну если как бы вам это интересно естественно стяну свои контакты и вкратце вы можете если кто-то реально заинтересовался со мной списаться и контакт этих людей дам почему не помочь мне как-то с этого за спрос денег не берут а вот к своим зрителям я хотел бы обратиться с вопросом как вашем населенном пункте обстоит дело с этой недвижимостью потому что как раз наличие огромного количества предложений на рынке недвижимости говорит о том что людей просто нет денег и цен начинает падать среди тех людей кто смотрит мой канал мои подписчики и мои клиенты я интенсивно веду переписку с людьми которые в этом году серьезно настроены приехать по разным поводам в сша вот у всех ситуации с их недвижимостью абсолютно точно такая же недвижимость стоит на продаже и у людей из россии чем из разных городов недвижимость стоит на продаже людей с украины недвижимость стоит у людей на продаже и в казахстане и в других странах откуда люди собираются сюда ехать в америку вот и похоже вот это вот тенденция она относится практически ко всем странам снг вот поэтому такой как бы микро опрос к своим зрителям что у вас происходит с недвижимостью кто-то может быть свою недвижимость хочет продать пожалуйста разместите здесь объявление вот под в комментариях может быть кто-то и откликнется почему мне не помочь но мне интересно собрать статистику что у вас произошло с ценами насколько все просела и насколько вообще что-то сейчас можно из недвижимости продать на территории вот выше обозначенных стран ну и наверное второй такой будет вопрос наверно будет относиться к тем у кого еще остался свой собственный бизнес год уже начался 2017 вот наверняка какие-то уже тенденции определились что у вас с бизнесом то есть если сравнивать последние месяцы 16 года и сейчас если какая-то динамика в сторону там улучшения или ухудшения или стагнации что у вас происходит то есть тоже понимали люди что вообще какая ситуация творится ну я постараюсь вас на эти выходные порадовать обзорчиком на машинку красненькую fordik вот сейчас мы с детьми сходим в парк погуляем а потом если погодные условия позволит будет солнце освещено вот порадую вас обзорчиком отдельно хочу сказать своим зрителям которые каждый раз мне рекомендуют петличку купить и микрофончик я для вас ребят специально обзор сниму камеры которые я снимаю некуда мне петличку засовывать некуда а покупать отдельные устройства типа зума да хорошее устройство но замечательно но вы поймите мне его с собой таскать совершенно сподручно вот такая вот штучка здесь моя камера два запасных аккумулятора и все необходимые аксессуары которые всегда со мной для оперативной съемки все я куда-то вышел из дома эта сумочка всегда со мной а вы представьте мне еще какие-то дополнительные девайсы таскать постоянно следить чтобы они постоянно были заряжены чтобы батарейки работали чтобы там все это и там петличку вешать туда-сюда я обычно спонтанно все снимаю захотел снять и достал снял все нормально а в камеру мне некуда засовывать и эта проблема хорошая никоновская мыльница очень замечательно для блогера годится идеальный сбоку откидывается экранчик и фокусировочка нормальные качества видео приемлемы абсолютно то есть нормальная хорошая камера но есть пару функций которые нахрен не нужны например встроенный gps который должен прописывать координаты где снимали вот это видео и вай-фай вот а полезные штуки гарнитур очка была потому грубо говоря блютузовская с вот этим сам с микрофончиком вот цены бы этой камере бы не было бы еще бы это гарнитур очка как-то указывала на фокусировочку объекта то есть вот повесил гарнитур очка сюда и соответственно тебя камера авто фокусируется на лице постоянно вот ты пошел куда-то там в картинке двигаешься камера продолжает на тебе фокусироваться вот это было замечательно я уже даже начинаю думать может мне в nikon написать эту идею по поводу камера специально для блогера там и перечислить чего мне не хватает в камере а что в принципе уже нормально и получается такое самодостаточное устройство вот может быть кто-то поддержит мою инициативу и на тоже начнет nikon бомбардировать вот этими вопросами когда выпустите камеру с bluetooth гарнитуры для микрофона вполне вероятно что если количество обратившихся перевалить за определенное количество разработчики в nikon начнут репо чесать потому что некоторые их не устройство но это из образе дебилизма зачем мир делать фотоаппарат с андроидом и не до планшет такой как бы новых на хрена это надо ребят если вы хотите чем-то удивить публику но сделать им нормальное устройство для блогеров чтобы блогер мог собой эту штуку таскать и соответственно вести все в рынок заполнили больше ни у кого такой камеры не будет ладно я ушел в сторону вот поэтому не надо мне советовать петличку покупать не просто некуда засунуть просто июня поручек молчать ладно прощаясь на этом хороших ребятам выходных вот и вообще чтобы все было супер а